Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex and Play, мы продолжаем играть в мод Казердук, в Сказерик Экспеншн, за Соединенные Штаты Америки, за Герберта Гувера и Республиканцев. И в прошлой серии мы полностью избавились от Великой Депрессии и прочих экономических проблем, ну а также от политических тоже, само собой. Установили четырехпартийную систему, усилили конституционализм, возродили американскую демократию, вот так вот в принципе все отлично, все у нас просто замечательно. Ну и начали уже качать фокусы самих республиканцев, вот ранее республиканцев, вот мы их собственно и качаем. Вот, все будем прокачивать, ну и также начнем уже заниматься реформами армии, надо нам уже, ну будем выходить конечно в план реформ Эдны Чаффи, на танковую все-таки доктрину, я хочу сыграть все-таки больше танковой доктрины, чем мы обычно играли допустим артиллерийской, это намного лучше. Ну а план реформы Маккартера мы уже брали, когда играли за него собственно говоря, поэтому желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. Эх, великий ураган в Новой Англии происходит 1938 года, повредит вот тут нам некоторые постройки, но ничего, мы их можем восстановить, потому что у нас слава богу уже промышленность восстановилась. Вот мы все сейчас и восстановим, быстренько. Подрыв доверия. Крупные тресты были главным лозунгом для Кэша. Мы должны разогнать их, чтобы не дать радикализму снова прораститься уродливу голу. Ну не Кэша, а синдикатов, короче, этих. Что такое еще один срок? Поскольку только за последние 30 лет в Соединенных Штатах два президента нарушат традицию двух сроков, многие теперь опасаются, что слишком много президентов пошли по этому пути. Хуже того, они боятся, что в Соединенные Штаты полностью утратят традицию двух сроков. Традицию, которая была мудро заложена Джорджем Вашингтоном. Под давлением консервативного крыла Республиканской партии выдают на свою кандидатуру в 1936 году, а Гувер поднял свою популярность среди населения до высот которых не было за времен его побед в 1928 году и сделал то, чего не смог добиться ни один другой человек. Разрешив политические и экономические кризисы, нараставшие в течение последних 15 лет, он стал спасителем Америки. Теперь перед ним открыт путь, чтобы продолжить бросать вызов традициям и баллотироваться на новые сроки и уйти в отставку. Но мы все-таки сделаем так, что я нарушу традицию и не буду нарушать ее дальше. Все-таки не будем мы его оставлять, потому что это, ну, неинтересно. Это все обыденно, поэтому давайте так не будем делать. Я нарушу традицию и не буду нарушать ее, потому что я хочу вам предоставить потом выбор, чтобы вы могли выбрать, кто же будет следующим президентом и какая вообще партия победит. Ну и берем план реформ Эдно Чаффи. Эдно Чаффи-младший выданил свою идею о том, что армия США должна производить больше мобильной техники, из которой должны формироваться отдельные дивизии. В ее понимании, мобильность станет решающей в будущих войнах. Военное министерство переезжает в главное здание ВМФ и боеприпасов. Поскольку государственный департамент почти не оставил места для роста военного министерства рядом с Белым домом, военный секретарь разрешил военному министерству переехать в другое место, а именно на склад боеприпасов, предоставленный военным морским флотом. Однако склад еще слишком мал, чтобы вместить постоянно растущее военное министерство. Было приказано построить новое крыло для размещения вновь нанятых сотрудников, и по нашим оценкам нам потребуется более крупная структура, чтобы объединить 24 тысячи работников в офисах, разбросанных по 17 отдельным объектам, а также, возможно, еще 10 тысяч или более новых работников, которых мы планируем привлечь в ближайшее время, когда наша нация впадет в конфликт. Скажите президенту, что нам нужно больше места. Стимулирование благотворительности. В настоящее время существует большая часть населения, которая нуждается в нашей помощи. Но, как обычно, прямое вмешательство правительства было бы неэффективно по сравнению с частным вмешательством. Вместо этого наша компания общественного служения будет призывать богатых жертвовать, предлагая налоговые льготы для всех, кто это делает, учествуя всех тех, кто жертвует больше всего, почитая их деяния. Куда найти евангелие богатства. А вот и африканские племена сбросили оковы немецкого владычества. Миттель Африка развалилась. Вот так вот. Конец проекта Миттель Африка. Америка в германской сфере? Пока Герберт Гувер продолжает вести Америку в эту смелую новую эпоху, созданную только их руками, становится все более очевидным, что наши собственные внешнеполитические цели, похоже, совпадают с целями Рейха. В связи с этим, наша собственная политика на практическом уровне привела к тому, что наши отношения с германской переда достигнуты выше точки за последнее время. Учитывая эти факторы, возможно, подстегиваемые различными немецко-американскими дружескими ассоциациями и братствами, многие в наших правительствах начали настаивать на том, чтобы мы обратились к Германию с предложением о возможности присоединения к респакту. Несмотря на кажущуюся радикальность идей, учитывая угрозу, которую синдикализм представлял и продолжает представлять стране и за рубежом, она может оказаться достаточно безумной, чтобы сработать. Даже если мы обратимся к Германии, нет никакой гарантии, что они примут нас в пакт. Из зависимо от того, Герберт и Гувер должны принять решение в ближайшее время. Если только эти произведения пройдутся нечто большее, чем просто дружеская просьба. Свяжитесь с Германией. Только вместе мы сможем сокрушить эту угрозу синдикализма. У нас есть гораздо более важные дела, чем присоединение к какому-либо крестовому походу за морями. Ну, это, конечно, прикольное дело. Прикольная идея, но все-таки нет. У нас есть гораздо более важные дела, чем присоединение к какому-то крестовому походу за морями. Не будем уж так делать, потому что я опять-таки предоставлю вам выбор, куда мы пойдем. Но точно не в изоляцию, естественно, по внешней политике мы пойдем. Хотя... Ну да. Можем, конечно, имперскую лигу создать, антиимперскую лигу. Тоже тут док Монро есть. Факт самоопределения. Тут мы можем даже предупреждение Японии. Эмбарго вести. Но это не очень интересно. А вот американский изоляционизм вообще фигня. Ну и, во-первых, мы когда за Лонго играли, либерального, мы вот сюда выходили. Поэтому я предоставлю выбор только с новым интервенционизмом. Это мы вонтантов, значит, стукаем. Либо американский империализм. То есть свой альянс какой-нибудь создадим. Лига американских государств. И будем свой империализм строить. Поэтому я не знаю. Но это я предоставлю уже выбор. Ну и в зависимости, кто у нас победит на выборах. Либо какой кандидат, во-первых, президент. Какой будет. И какая партия. Rotary International. Являясь благотворительным клубом для бизнесменов, Rotary Club стремится объединить бизнес-лидеров, чтобы они могли сотрудничать в гуманитарных проектах. Таких, как помощь бедным или во имя мира во всем мире. Благодаря нашей кампании по расширению благотворительности Rotary Club значительно расширит число своих членов, увеличив благотворительные взносы на образование. В то время как противники правительства критически относятся к попыткам облегчить бизнес-элитам установление более тесных связей друг с другом. Нельзя отрицать положительные внешние эффекты от существования Rotary Club. Всегда есть люди, готовые творить добро. Статус штата для Аляски. Аляска обратилась к конгрессу с предложением принять ее в Соединенные Штаты Америки в качестве штата. Должна ли Аляска быть принята в штат со всеми вытекающими отсюда последствиями или пока должна оставаться территорией? Конечно же, Аляска это штат. Образовательная благотворительность. Самые богатые бизнесмены обычно посещали небольшой набор элитных университетов, таких как Лига Плюща, Стэнфорд и Чикагский университет. Мы должны создать стипендии, чтобы те, кому повезло меньше, также могли посещать эти маяки обучения. Получим также ячейку для исследований, которая нам необходима. Статус штата для Гавайи. В Гавайи предложили к конгрессу принять их в Соединенные Штаты Америки в качестве штата. Должны ли Гавайи быть приняты в качестве штата со всеми вытекающими отсюда последствиями или они пока остаются территорией? Гавайи это штат, конечно же. Конечно же штат, как иначе-то. Безусловно. Интересный расклад получается. Что впервые, я вижу, Кайзердукс не перестает удивлять. Пуи, правительство Цинн, вступило в Братство Евразии. Теперь Унгерн, Монголия воюет вместе с Цинном против фонтихианского правительства. Просто интересно. Такого я никогда не видел, если честно, еще. Просто интересно. О, Финляндия, кстати, в Антанте. Пока тут Карл Маннергейн, Густав, но он отдаст власть демократам, это точно, я помню. Значит, два у нас интернационала. То есть один третий интернационал, другой четвертый интернационал. Это Российская Республика Рабочих, радикальные социалисты с Владимиром Вольским. И их марионетка Белорусская Социалистическая Республика. Ну вот. Интересно так складывается. Южная Америка, кстати, вообще не в альянсе, пока ни у кого. Также здесь идет конфликт Османской империи против Каирской оси и Тибрийского пакта. Арабы решили сразиться против османов. Ну, интересно, что из этого выйдет. А украинская держава так и продолжает тут воевать с румынами. Ничего пока не сделать не может. Но вместе с Германией они победили Польшу. Они Хельмщину все забрали, а немцы сделали марионеткой Польшу. Ну, тут, конечно, странно выгодит, в смысле. Это должно... Что это за бред? Так, подожди. Брать национальность? Это литовская земля, в смысле. Так-то лучше. Бред какой-то получился. Вот такой вот расклад в мире. Ну, и еще идет гражданская война в Испании. Все еще непонятно, кто победит. И революция произошла в Батавской коммуне. Немцы пока не спешат подавлять под боком революцию. Ну, и идет война еще Японо-Германская война. Немцы тут в Азии воюют против японцев. В общем, вот такая ситуация. Мексиканцы молодцы. Леваки и тоталисты создали свой альянс. Прекрасно. То есть мы с ними легко можем разобраться. Опа! Вот это тоже забавно. Вот это я тоже не ожидал. На Дальнем Востоке-то была Российская империя. Российская империя. А Вольский смог устроить революцию на Дальнем Востоке. Все. Теперь это тоталисты там. Короче, Россия тут объединится с Дальним Востоком. Мирно. Вот это тоже удивительный поворот. Не ожидал. Такого. Ну, интересно, интересно. Ну и пока, кстати, можно поставить свободную торговлю. Пока она нам нужна. Пока войны нет, можно ее поставить. Потому что она будет давать довольно-таки неплохие бонусы. Скорость строительства плюс 15, темпы исследований плюс 10, объем заводского производства плюс 15, производительность верфи плюс 15. В общем, неплохие бонусы. Закон о ценных бумагах. Многие опасаются крупномасштабных конфискаций богатств, проведенных синдикатами во время... Ну, ладно, это не надо, это устаревшее. Короче, многие опасаются крупного... Ладно. Верико государства. Ну, в смысле государства. Штат. Да. Отлично. Национальные территории получили. А очень даже неплохую тут. Почти 2 миллиона гражданского населения тут. 2 миллиона человек проживает. Очень даже неплохо. Плюс еще тут 23 тысячи. Очень даже неплохо. Очень неплохо. Движение за эффективность. С 30 лет назад, в разгарах прогрессивной эры, движение за эффективность попыталось устранить лишние отходы в домашнем хозяйстве, на рабочем месте. Поскольку экономика все еще восстанавливается после Великой Депрессии, мы должны попытаться вернуть движение в общественное сознание. Будет изменена идея рыночной эффективности немножко. Улучшены все показатели. Наконец-то мы можем выйти из изоляции. И взять хотя бы гражданскую экономику. Ну и будем копить 200 политки, чтобы взять частичную мобилизацию тогда сразу. Но хотя бы полегче. Гражданская экономика нам будет уже давать хоть какие-то бонусы. И немножко те дебафы на строительство спадут. Это очень замечательно. А тем временем, 10 августа 1939 года, в 2 часа ночи, происходит Эльзаский ультиматум. Мир шаток как никогда. Ну и скорее всего скоро начнется Вторая мировая война. То бишь Второй Вельткрик. 12 августа 1939 года начался Второй Вельткрик. Вторая мировая война. Но пока что только между Третьим интернационалом и Респактом. Германской империей и Третьим интернационалом. Но в целом у Германской империи с Третьим интернационалом равные силы. Хотя тут на юге Королевство обеих Сицилии появилось. Которая тоже вступила в Респакт и будет воевать против немцев. Ну и также мы еще посмотрим. Может быть еще вступится Российская Республика Рабочек. И тоже нападет на Германскую империю. Кто знает, кто знает. Мы посмотрим. Будем наблюдать. Социальный госпел. Это простой экономический факт, что богатство переходит от самых богатых к менее удачным. Мы должны обеспечившись, чтобы наши граждане были осведомлены об этом новом социальном Евангелии. А вот 23 октября 1939 года Антанта движется к освобождению Европы. Вступают тоже во Второй Вельткрик. Изгнальники возвращаются в свои дома. Налогово-бюджетная реформа. Нам нужна всеобъемлющая реформа нашей финансовой и банковской системы. Сокращение бюрократического лакита. Ненужных правил и других препятствий на пути к успеху. Вот что нужно для этой страны после гражданской войны. Ну окей. Закон об управлении трудовыми ресурсами. Плохие трудовые отношения стали ключевой причиной депрессии и гражданских беспорядков. Мы должны обеспечить, чтобы профсоюзы и другие синдикалистские группы лишили своей власти. И чтобы владельцы бизнеса действительно заботились об интересах своих сотрудников. Бюро по бюджету. Сбалансированный бюджет является ключевым фактором в управлении любым государством. Никакой чепухи о дефицитных расходах. Мы должны тратить только то, что зарабатываем. И не центом больше. В общем, тут улучшим всякие показатели. Кэндимен может. Но в общем, тут про какого-то херша говорить. Про шоколадную магната, который в фабрику построил шоколадную. Поэтому я не знаю. Типа можно отправить его, эту вонку обратно, его в фабрику. Короче, он давно использует свою власть, богатую частную промышленность. Не только для помощи федеральной правительственной в производстве продукции. ПНРМ. Но и для этого, чтобы попытаться начать собственную политическую карьеру. Хочет либерального капиталиста, сторонника федерализма, республиканской партии. Ну ладно, группа сторонников помогает херше разработать республиканскую платформу перед выборами. Окей, пускай участвует, забавно. Ну и вот начинаются номинации всяких лидеров на выборы партии. Прогрессивная партия 40-го года. Прогрессивная партия первичной выборы. Если эта партия собирается провести еще одни выборы, в ходе которых на первичных выборах будут участвовать бывший министр ИСК хозяйства Генри Оуэлес, губернатор Висконсис Филипп Лаффалет, представитель бывшего кандидата Вице-Председателя Квенти Рузвельта, сенатор Патрагона Чарльз Макнери. Ну давайте Квентин Рузвельт номинирован. Пускай будет Квентин Рузвельт. Республиканский съезд первичной выборы. Неудивительно, что Герберт Гуэр решил не добиваться четвертого срока. И таким образом ушел в отставку, чтобы дать возможность новому человеку стать кандидатом в президенты от партии. Роберт Таффт и Джон Брикер были выдвинуты от правого крыла партии, а то воздью и от левого. Даже не знаю, но тут в принципе ни на что не влияет, какой будет лидер. Мистер Гуэр, вы в порядке? А что значит за мистер Гуэр? Ну все неизвестные. А, вот этот может, Джон Эдгард Гуэр может стать. Роберт Таффт. Милтон Херши может быть номинирован. Я даже не знаю. Ну не, Милтона Херши я не хочу. Хотя почему бы интересно. Мистер Гуэр, вы в порядке. Что значит мистер Гуэр, вы в порядке? Я не понимаю, что это значит. Типа можно... Что он будет? Ну давай все-таки выберем тут Дьюи. От правого крыла. Потом из Дьюи от левого, да? Ну мистер Гуэр, вы в порядке? Я не хочу брать. Я не знаю. Короче, Роберта Таффта давайте выбирать. Пускай Роберт Таффт будет, и Джон Брекер. Вот. Давайте Таффта выберем. Так. Демократический съезд. На пост демократической партии кандидат в президент в этом году претендует несколько человек. Губернатор Нью-Йорк Эл Смит, бывший спикер палат представитель Джонсон Нэнс Гарнер. Сенатор Гарри Бёрд. Генерал Дуглас Маккартер и либерал Эндер Уилки. Ну даже не знаю. Давайте Дугласа Маккартера выдвинем. Он в принципе популярный генерал, поэтому давайте. Почему бы и нет. Пускай будет он. Буглас Маккартера выдвинут. Так вот сделаем. Голливудская поддержка. Многие известные голливудские актеры и продюсеры поддерживают республиканцев. Должны пролечь их к созданию фильмов, которые пропагандируют республиканские ценности для остальной части страны. Будет довольно идея голливудский республиканизм. Неплохо, неплохо. Местное бюджетирование. Децентрализация экономики составляет большую часть основы наших убеждений. И поэтому она должна сопровождаться национальным бюджетом. При этом местным органам власти предоставляется большая гибкость в определении бюджета. Наши политические лидеры признают, что они экономят деньги там, где могут. Прекрасно. Очень даже хорошо. Ну что ж, осталось чуть-чуть до выборов. Кинематографический бум. Наше снижение налогов и продвижение кинематографа, наряду с развитием технологий на рынке, обеспечили Голливуду гораздо больше доход, чем обычно. И позволили ему выпускать большее количество фильмов. Большее количество фильмов. Теперь министерство торговли сообщило нам, что кинопроизводство никогда не было более популярным. А вместе с ним республиканские идеалы и проамериканские настроения. Конечно же, местные жители Калифорнии более чем приветствуют дополнительную работу, доступную на съемочных площадках. Замечательно. Ну что ж, вот и 1 ноября. Скоро уже выборим. И мы поставим кандидатов на голосование в сообществе на ютубе. Сейчас дождемся самих выборов. Голливудская бухгалтерия. Решение продвигать истинно американские ценности с более тесными отношениями с Голливудом изначально казалось разумным. Тем не менее, блеск и гламур голливудских сомнительных методов булгарцевского учета, которые ставят под сомнение нашу способность умирать в прибыль патриотические постановки, финансируемые из частных источников, получают гонорары от маловых продаж, которые были очень высокими. Однако сделка, на которую мы согласились, была связана с прибылью, которая, похоже, почти ничего не стоит. Это несоответствие, необходимо пересмотреть. Студиям следует сказать, что котворческая бухгалтерия не может рваться в американском правительстве. Может быть, мы можем вложить налогом попкорн. Короче, это может немножко дестабилизировать ситуацию. Перед выборами для республиканцев. Давай уже, 7 ноября должно быть выбором. В общем, президентские выборы как раз-таки 1940 года. Президентские выборы 1940 года наконец состоялись. К счастью, они не будут таким спорным, как предыдущие выборы. И не возникнет угроза раскола страны по идеологическим швам. После этих выборов коллекция партий национального единства была распущена. Избирательные участки только что закрылись, и победа в Белом доме и в большом количестве мест в Конгрессе. Короче, либо избрание прогрессивной партии произойдет, либо избрание республиканской партии, либо демократической партии. Вот, поэтому я поставлю все эти три партии на голосование. Собственно говоря, и вы проголосуете, выберите какую партию НАТО. Ну, короче, прогрессивная партия это Квантин Рузвельт, Роберт Тафт это республиканская партия, и Дуглас Маккартер это избрание демократической партии. Вот. В общем, выберем на голосование, выбирайте, пожалуйста, кто... Какая партия победит в итоге. Ну, а на этом тогда все. Подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, ставьте лайки, и знайте, что самое интересное еще впереди, и интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok